Приветствую вас на первом циничном канале, и сейчас я попробую ответить на вопрос подписчика, который был в группе, в нашей группе «Территория свободных мужчин» ВКонтакте. Кстати, если кто-то на группу не подписан, подписывайтесь, ссылка всегда есть в описании сюжета. В чем суть вопроса? Вот сейчас, в период вот этих карантинных мер, даже не карантин, он не введен, самоизоляции, невозможно общаться с ребенком. Понятно, в разводе дети, место жительства с матерью не дают общаться и ничего не поделаешь, на законных основаниях никакого общения не будет, все там, судебное решение не исполняется на время вот этой самоизоляции. Понятно, потому что проживаете не вместе, ну якобы можете заразу принести. Вот сейчас об этом поговорим, что делать как бы, нужно эту тему затронуть. Сейчас об этом поговорим, но сначала маленькое объявление. Друзья, относительно недавно я делал сюжеты по поводу приписок врачебных. Многие написали в комментариях, что уже обратились, оспорили туфтовые услуги. Так вот, друзья, если кому-то пришли уже ответы, присылайте. Можете там вымарать личную информацию, можете не вымарывать, я вымараю, присылайте. Один камрад уже прислал, очень здорово. Получилось по-другому сделать, не как я показывал там, медицинская услуга не оказывалась, не было такого инструмента. Через госуслуги запросили выписку, вообще все медуслуги, которые были оказаны, посмотрели по этой выписке, что не было оказано и обращение. То есть с одной стороны посложней, с другой стороны ненамного, но с третьей стороны проверка прошла за 10 дней. Да, выявили туфту, да, наказали, будут наказывать. Короче говоря, проверка прошла не как у меня там полтора месяца, а за 10 дней. То есть где-то посложнее, где-то полегче. Короче, присылайте ответы. Кто уже выявил туфту, кто уже врачей наказал, присылайте. Я сделаю отдельный ролик, покажу и расскажу, что дальше делать, потому что я уже следующий этап отрабатываю. Вот, ну а теперь, собственно, вернемся к главной теме. Да, и извиняюсь еще, присылать, куда присылать? Выборы 2017, собственно, в описании есть вот эта почта, основная почта, вот туда. Так вот, а теперь вернемся к главной теме. Не дают общаться, мотивируя эпидемии, мотивируя вот этой пандемии. Так вот, друзья, здесь, наверное, стоит сказать не о пандемии какой-то, не об эпидемии. Здесь вы ничего не сделаете. Да, эпидемии есть. Да, кто несовместно проживает, тому не дадут общаться. Тем более, там, интересы детей, это понятно, священная корова. Здесь, наверное, стоит сказать о другом. Все-таки очень много у мужчин иллюзий относительно вот этого постразводного или разводного общения, что дайте мне общаться с ребенком. Ну, на, общайся три часа, там, в неделю или в две недели по судебному решению. Кто-то приезжает, там, ну, ребенок заболел сейчас. Вы что, врач? Вы не проверите. Заболел. Общение не в его интересах. Другой приезжает, ребенок выходит, уже накрученный против отца. Ну, общайся. Ты хотел, общайся. Мне нечего тебе сказать. Давай, рассказывай, что ты хотел. Вот, вот, грубо говоря, по судебному решению у тебя три часа. Слушаю. И все. И что, вы, о чем вы будете общаться? Сынок, сынок. Все? Ну, вот, вы сказали, там, все, вот, хочу, там, то-то, там, не знаю, подарить. Мне ничего не нужно. Он уже накручен матерью, родственниками. И что, вы будете унижаться? Ну, он ничего не будет отвечать. Говори. Все сказал? До свидания. Или еще что-то сказать хочешь? У тебя еще, там, полтора часа осталось. И все. И ничего мужчина сделать не может. Отец не может сделать. Вот. Поэтому, по практике общения с комрадами, что я увидел? Что в основном, не во всех случаях, но в основном, общаться дают тогда, когда мужчине это не нужно. Если мужчине это нужно, отцу, то общаться не дают. То есть, тот отец, который начинает по детям с ума сходить, да, с детьми видеться, да, с детьми общаться. Вот так. Фиг тебе. Через суд. И потом очень трудно это исполнить. Тот, который говорит, я понимаю, что дети не мои. Уже, в принципе, все. Что я могу сделать? Тому начинают. Почему детей не берешь на выходные? Почему ты их, там, не выгуливаешь и так далее? Почему не тратишься сверхэлементов? Вот тому начинают их впаривать. Ты что, с женой развелся и с детьми развелся? Как правило, вот это вот желание бывшей, чтобы вы общались с детьми, оно очень хорошо коррелирует с вашим нежеланием с ними общаться. И наоборот. Если вы хотите общаться, то, как правило, желания у бывшей не возникает. Не во всех случаях. Но вот по практике общения, консультации с комрадами, в основном, я вижу, что это так. Это моя практика, вот, от общения. Может быть, где-то у кого-то по-другому. Но, тем не менее, я вот эту взаимосвязь очень хорошо вижу. Что вы просите, сделают наоборот. Обмануть практически нереально. То есть, тут вы можете сейчас подумать, что хорошо, я буду делать вид, что не хочу общаться. Мне их будут впаривать, и я буду общаться. Потому что, на самом-то деле, я хочу. Друзья, ну, не будьте так наивны. Ребенок после этого общения придет к матери, его спросят, что за общение было. Да, все здорово. Да, там, папа балует. И так далее. Все понятно. То есть, вас очень быстро раскусят. И, в принципе, обмануть не получится годами. Когда будут видеть, что, ну, общение какое-то есть. Более того, чему-то учите и так далее. Друзья, учтите самое главное. Ваше общение с детьми, когда дети живут с матерью, это на 99% прихоть матери. Захочет, будет. Не захочет, не будет. Более того, вы ничего этим общением не добьетесь. Опять же, когда она захочет, когда не захочет. Если она будет видеть, что вы ребенку правду говорите, о том, почему семья распалась, потому что будут эти вопросы, а почему вы разбежались с мамой. Если вы правду говорите, если вы действительно учите, ну, в мире на что-то, кроме потребления, какого-то шкурничества, обращать внимание, то хрен вам это общение будет. Даже если оно поначалу было, теперь не будет. Потому что ребенок что-то залепит. Правду. Скажет матери. Все, кончилось общение. Правду по поводу того, что, допустим, она где-то семью развалила. Как все было. То есть, его такое вот детское понимание. После того, как он выслушал вашу позицию. Ее он много раз слышал, а вашу он выслушал один раз. И, скажем так, начнет задавать неудобные вопросы. Кончилось ваше общение. То есть, вам, в принципе, общаться дадут, не открывая рта. То есть, вы либо общаетесь как дебил, если вам вообще это позволено. Ха-ха, птичка полетела. А ребенку уже 10-12 лет, ему уже нужно личность ставить. А вы будете там, ха-ха, сладкая вата, хочешь сладкую вату? И все. Но когда вы начнете серьезно что-то говорить, то все, вот оно будет обрублено, это общение. Поэтому это дохлый номер. И поймите такую вещь, что вы все равно не перекричите. То есть, что вы этим общением хотите добиться? Если у вас есть какой-то грандиозный план по становлению личности, вы хотите, чтобы что-то конкретно объяснить, знаете, каким образом перекричать мир. Когда вы будете говорить, что шкурничество, вот это, не знаю, потребление, там, люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя трэш полный на практике. Посмотри на маму, к чему ее такая позиция привела. Вот когда вы это будете говорить, то что вам дает основание полагать, что вы перекричите мир? Ему будут говорить иное. Огромное количество людей будет ему говорить, что да, чувак, американская мечта, сделай себя. Он пока не видел, опыта у него нету. Слова против слов. Почему ваши несколько слов, там, три часа в неделю, перевесят все остальное? Вы понимаете, что у вас время не соответствует? Время общения. Сколько его будут там промывать бабушки или дедушки, там, баборабы? И сколько вам дадут пообщаться? Более того, ваша минута не равна их минуте. Потому что вы созидаете, они ломают. Ломать не строить. Ломать всегда легче. Вы даже трех часов не имеете, по факту, если три часа общаетесь. Потому что их три часа равняются вашим десяти. И поэтому, если у вас там нету какого-то грандиозного плана, вы не пытаетесь передать какой-то грандиозный опыт и знаете, как это сделать, ну, как бы это ни было ужасно, все, друзья, дети уже не ваши. Потому что воспитывать их будут в антагонизме к вам. За что будут мстить? Тысяча причин. Почитайте женские ресурсы. Очень часто натыкался у женщин, у них вот это вот желание отомстить там через 20 лет, через 30. Приползет такой старый отец, а ребенок скажет, не знаю, тебя там ногой отпихнет. А за что, собственно, отомстить? За то, что не общался, за то, что ребенку именно нагадил. Друзья, там может быть целая палитра. За то, что она сочла, что вы мало получаете, а она королева достойна большего. Пошла и не нашла даже этого. Вот вполне возможно, за это он и должен вам мстить, собственно. За то, что она не нашла просто более ресурсного оленя. За любую обиду ее он должен вам мстить. И это может называться там забил на своих детей. То есть, грубо говоря, забил на своих детей, когда вам сказали, что сверх алиментов ты за каждую встречу платишь десятку. Вот, и вы говорите, да пошла ты. Все на детей на своих забил, но они тебя отпихнут потом, когда ты это, состаришься. То есть, что такое забил на своих детей, у нее там как-то может обрабатываться. Это может быть ненайденный олень, например, ресурсный. Это может быть нежелание ей дальше деньги платить. Ну, пока она оленя ищет. Ей что, работать что ли? А когда оленя искать? Это что угодно может быть. И поэтому вы не угадаете. Факт, что чтобы вы общались, это чисто ее прихоть. Не захочет, и ваше общение сойдет на нет. И до смешного сойдет на нет. Над вами посмеются. Вы будете, ну, общайся свои три часа. Давай, дари подарки, общайся. Все, по полной программе. Будешь таким дурачком, аниматором воскресным. Будешь общаться, общаться, общаться. А в 8-10 лет ему начнут просто очень четко объяснять, что папа козел. И все. И все ваши вот эти вложения, труды, или общаться просто запретят. Кончится тем, что, несмотря на все эти подарки, он вам скажет, что вы козел. Там, в 10-11 лет. И все. Ломать не строить, это намного легче. Поэтому, друзья, что советую? Не только в период карантина. Если вы видите, что общение не складывается. Если вам там случайно, чисто как, не выпала какая-то адекватная тетка, которая скажет, общайся, все нормально. Не знаю, буду оленя искать. Мне ресурсов, как говорится, мало от тебя. Но вот с детьми не буду препятствовать общаться. Общайся. Вы общаетесь и видите, что, ну, правда, не препятствует. Ну, бывает, бывает. Не часто, но бывает такое. Вот. Ну, ладно. Вам повезло относительно. Но если этого нет, если там идет явное противопоставление, если не желание давать вам детей для общения, вы ничего не сделаете. Они все равно вырастут антагонистами по отношению к вам. Вам тогда что делать? Здесь просто минимизировать алименты. Просто понимать, что алименты, это уже алименты не на ваших детей. Абсолютно не на ваших. Это скорее на ваших уже идейных противников будущих. Это дети уже никоим образом не ваши. Минимизировать алименты. Максимально воевать за эти алименты. То есть, если вы, например, знаете, что там бывшая теща по госслужбе хулиганит, почему бы вам ее не сдать и так далее. То есть, чтобы каждая копейка ваших алиментов, она доставалась не просто так. Понятно, что все в рамках закона, но тем не менее. Очень часто бывает, что там компромат какой-то у вас есть. Не только на бывшую, а и на бывших. На бывших там тещу, тестья, кого угодно. Всех тех, кто против вас воевал. Это не просто левых людей каких-то зацепить. Это тех, кто еще недавно против вас воевал, разваливал вашу семью. Практика показывает, что женщина обычно не в одиночку семью разваливает. А там военные советники есть, скажем так, тыловое обеспечение и так далее. Может быть, даже подруги. Так вот, чтобы каждая копейка ваших алиментов уже, по сути, не на ваших детей стоила рубль, желательно, плюс минимизировать эти копейки. И все. А дальше, если вам хочется воспитывать кого-то, ищите себе духовных детей. Детей в духе. Друзья, дети в духе, это те как раз, кто воспримет ваше воспитание. Воспитание. Вы понимаете, что это значит? Это не школьная фигня, как раз, где деградация личности идет. Воз, как вариант воз, это возрастание, это рост. Питание, это, собственно, питание. Просто питание не только бывает физическое, едой, а еще и духовное. Это и есть как раз взращивание личности. И если вы не видите запроса на это взращивание, это невозможно сделать. Вам придется просеивать огромное количество людей, чтобы среди них появился тот, кто сможет перенять ваш опыт. И это никак не связано на совместный ДНК с вами. На то, что у вас вы одной крови. Никак не связано. Это может быть абсолютно чужой человек. Вашим духовным ребенком может быть человек старше вас вдвое. Почему нет? Он физически старше вас, но ему очень много, что у вас есть, почерпнуть. И такое бывает. Отсюда понятие окормления, духовное окормление. То есть, вот, воспитание, питание, основа и окормление. Опять же, основа кормить. То есть, духовно вы человеку даете пищу, чтобы он возрастал. И в детях, как правило, вы это не увидите. Потому что шанс вообще в человеке это увидеть очень мал. Меньше одного процента. И, скажем так, то, что этот человек доводится вам родственникам, шанс не увеличивает. Поэтому шанс, что вы увидите в своих детях, не больше, чем в любом прохожем. Вам придется просеивать огромное количество людей, чтобы найти тех, кого вы сможете воспитывать. Это первое условие. А второе, у вас должно быть то, что передавать. Если вы зауряд обычный, то чему вы будете учить-то? Как вы его взращивать-то будете? Но найдете вы человека, готового вас услышать. Куда вы его будете поднимать, если вы сами довольно низко стоите? То есть, вы должны быть незаурядным человеком. И вы должны найти незаурядного ученика. Вот это и будет ваш духовный ребенок. А то, что вы там через суд будете околачивать, матриархальный суд, пороги этого матриархального суда. Дайте мне с моим ребенком пообщаться. Друзья, это смешно. Поэтому, может быть, даже и неплохо, что сейчас вот в кризис возникла пандемия. Я, наверное, завтра буду стрим делать, его в субботу. Кругом сделаю, чтобы панды были. Все-таки пандемию надо как-то отметить. Сделаю себе фонд из панд. Так вот, чтобы сама эта пандемия, она очень даже неплохо катализатором послужила. Вам сейчас показали ваше место. Но это не значит, что без панд вы бы какое-то другое место занимали. Такое же. И как только вы начнете занимать чуть-чуть больше, вам ваши вот эти вот фелькинграмоты, что у вас там 3 часа написаны в неделю, не помогут. Абсолютно не помогут. Уже сказал, почему. Ну вот, такое соображение. Поэтому, друзья, решение трудное, но его нужно принять. Я думаю, понятно, примерно, какого плана решения. Скорее, какого плана решения я. То есть, их несколько нужно это пережить, пропустить через себя. И это решение принять. Что максимум, что получится, уже встретиться со взрослыми детьми и попытаться объяснить ситуацию. Попытаться наладить уже отношения как дружеские, скорее. Как человек с человеком, не как отец с ребенком. А просто как два друга. Получится, слава богу, не получится. Сэляви. На все воле божьей. То есть, скорее всего, не получится. Скорее всего, там будет все уже растоптано и испорчено. К этому нужно быть готовым. Это нужно пережить, принять. И все. Вот. А то, что сейчас у кого-то глаза откроются в период пандемии. Наверное, это даже хорошо. Ну вот, такие соображения. И да, еще раз повторю. Присылайте ответы страховых компаний. Это то объявление, которое я делал. Присылайте ответы страховых компаний, если уже страховые компании согласились с тем, что у вас были медицинские приписки. Грядет вторая волна наступления на бесов в белых халатах. Будем их дальше карать за эти приписки. Присылайте на почту, которая в описании есть.